Итак, дорогие друзья, второй ваш вопрос был по школьной форме. Как же правильно рассчитать юбочку в складочку для девочек, я так полагаю, маленького школьного возраста или подросткового школьного возраста? И вот здесь Леночка прислала нам в чат в швейном клубе мерки своей дочери, которая, конечно, далеко уже не школьница, но очень-очень хрупкая. И мерочки у нее примерно вот такие, 33,5 у нее талия, бедра около 49, сейчас не могла найти, пролистала далеко уже, но что-то такие вот примерно. Я округлила эти цифры до следующих, талию я округлила до 34, а бедра я округлила до 50. Длину изделия в таких юбочках, в юбочках, которые в складку начинаются от пояса, не от кокеточки, а именно от пояса, не нужно делать длинными. Если вы попытаетесь сделать такие юбки больше, чем сделать ниже колена, они получатся очень громоздкие. И бедра ваши, если они будут больше, чем 50 сантиметров, такая юбка будет вас очень сильно увеличивать, будет вам добавлять объем и вряд ли это в конце концов вам понравится. Если хочется юбочку в складочку при бедрах больше, чем 50, тогда просто делайте эти складочки не вкруговую, а делайте их групповыми, для того, чтобы у вас, допустим, впереди было несколько складок, сзади несколько складок, асимметрично можно эти складочки делать, по бокам можно складочки делать и так далее. Но не делайте это вкруговую и еще застрачивайте их до линии бедер. Но как бы там ни было, сегодня я покажу, как делать юбочку вкруговую и как она должна выглядеть. То есть мы возьмем длину 45 сантиметров. Вот это будут наши исходные данные. Но прибавки по талии и по бедрам, естественно, получаются как бы по нолям. Хотя вы видите, что вот здесь вот такие цифры, это на толщину ткани, на объем складочек и все возьмется. Сколько нам нужно ткани? На такую юбочку, при таких размерах, нам нужно 2 длины ткани. То есть 45 сантиметров в готовом виде. Допустим, сантиметра, там полтора бы я взяла, 2 от силы на подгибку низа, смотря какая ткань, да? И сантиметра 2 взяла бы наверх, потому что здесь верх мы будем еще ознаравливать. Итого 2 и 2, это получается 4. 45 и 4 в крое я взяла бы, вот здесь прибавить, ну давайте 5 прибавим. И в крое я взяла бы 50 сантиметров. То есть 50 сантиметров я бы взяла в крое умножить на 2, это получится 1 метр. Итак, расход ткани, расход ткани нам на такую юбку 1 метр. При ширине 100, 150 сантиметров. Потому что бедра, видите, 50, мне еще нужны маленькие припуски на швы. Будет у нас 2 шва на этой юбочке. Вот в этом месте будет шовчик, и вот в этом месте будет шовчик. Строить мы будем, как всегда, одну, допустим, переднюю половинку. Задняя половинка будет ее повторять. Ну вот, кажется, и все. Наша вводная часть закончилась. Мы приступаем непосредственно к построению. Очень много здесь придется рассчитывать. Давайте будем соображать. Значит, как я делаю обычно? Обычно я поступаю следующим образом. Я беру 2 полоски ткани по 50 сантиметров шириной. И аккуратненько обрабатываю низ. То есть я начинаю с того, что низ у меня уже обработан. Низ у меня уже обработан. И я сейчас буду откладывать. Ну вот сколько мне тут удобно. У меня 44 вот удобно тут положить сантиметра. Ладно. Вы будете считать, что это 45 сантиметров. Так. Вот так. Здесь у меня будет низ изделия. Низ изделия обработан. Если вы его обметываете, потом подгибаете, настрачиваете и утюжите обязательно. Вот это все должно быть обработано. Это низ. Точка N. А вот здесь у нас будет линия талии. Рисую я на изнаночке. Передо мной лежит изнанка. С обработанным низом. С обработанным низом. Это точка T. Линия талии. Припусков здесь и здесь у меня пока нет. Дальше. От линии талии у меня всегда откладывается линия бедер. Если мы ведем речь. Если мы ведем речь о подростке, о девочке-школьнице, то она, видимо, невысокого роста. И бедра мы не будем брать там 20, 19, 18 сантиметров. Возьмем сантиметров 16. Линию бедер. Потому что все расчеты у нас должны выполняться не по линии талии, а по линии бедер. Потому что в каждой складочке вы должны закладывать так называемое отведение. И нужно, чтобы в закрытом виде, в закрытом виде, по линии бедер, вот здесь складочки у вас не расходились. Лежали закрытыми, аккуратными и ровненькими. И не топорщились, не вставали бы вот тут вот на ребро. Потому что если рассчитать юбочку в складку по линии талии, по линии бедер в заложенных складочках у вас будет меньше, чем 50 сантиметров в закрытых складочках. И у вас они обязательно на фигурке разойдутся. Все складочки встанут на ребро и юбка получится некрасивой. Мы будем делать юбочку, на которой складочки по линии бедер будут все закрыты. И будут красиво не спадать вот так вот вниз. И сама юбка будет иметь форму небольшой трапеции. Если она у вас будет иметь форму вот такого вот вытянутого бочоночка, треугольника, во-первых, широкая талия, некуда будет ее деть. А во-вторых, все складочки внизу тоже точно так же разойдутся. Поэтому так делать нельзя. Юбочка в таком случае, если у нее складки идут от талии вниз, должна иметь форму трапеции. Итак, начинаем мы раскрой. Вот с этого шовчика, например. Внутри складочки у нас будет прятаться шов. Так же, как и здесь, внутри складочки, будет прятаться шов внутри вот этой вот последней складочки, в которой пойдет у нас с вами молния. Поэтому я должна нарисовать сейчас половинку складочки. А с какой же величины у меня будут эти складочки? Вот начинается у нас расчет. Давайте будем, ну давайте вот здесь будем писать. Значит, так как я взяла полуобхват бедер 50 сантиметров, мне будет удобно считать, если каждая складочка будет в готовом виде, у меня 5 сантиметров по линии бедер. 5 сантиметров это, в принципе, нормальная величина. Вы потом переведете на свои размеры, как вам хочется. Значит, одна складка у меня будет 5 сантиметров. И всего вот здесь у меня должно уместиться 10 складочек. 10 складочек по 5 сантиметров. И тогда у меня будет полуобхват бедер 100 сантиметров. Все верно. Значит, складочек у меня будет 10. 10 складочек умножить на 15. 150 сантиметров у меня, конечно, вот сюда не войдет. Мы будем строить какую-то часть, а потом закончим, пропустим серединку и закончим вот этот конец. Я покажу вам, как это все принципиально делается. Итак, я начинаю с того, что я откладываю от точки В по линии бедер 5 сантиметров. И мы рисуем вот такую горизонтальную линию, пока безо всякого отведения. И это будет у меня внутренняя часть складочки, потому что вот здесь будет шовчик. Точно так же будет оформлено, здесь два слоя ткани лежит. У меня и нижняя деталь. Вот здесь 5 сантиметров. И так как это внутренняя часть складки, я помечаю ее вот таким крестиком. Она невидима у меня. Затем мне нужно отложить видимую часть складки. Так, можно я вот так положу тогда. Если вам удобно будет как. Ну давайте так положим. Затем я откладываю 5 сантиметров видимая часть складочки. И провожу линию пока вот так. Затем мне нужно отложить 2 раза по 5, 10 сантиметров. Это то, что пойдет у меня вовнутрь складочки. Вот так. Вот эта складочка у меня пойдет вовнутрь. Это будет невидимая часть складочки. Я ее помечаю вот таким образом. Дальше опять пойдет видимая часть складочки. Снова 5 сантиметров. И невидимая часть складочки. 10 сантиметров. В 3 раза нужно больше ткани. Потому что обычные складочки в круговую, они закладываются гармошкой. Это невидимая часть. Снова видимая часть. И снова 10 сантиметров невидимой части. Так, что ты тут опять напутала? Нет, 10. Молодец, Галя. И здесь, а здесь 10 вот здесь. Вот так вот. Вот так вот. Потом опять видимая часть. 5 сантиметров. И так далее. Вот тут мы прервемся с вами. И закончим финал. Значит, вот здесь мы прервемся. И вы доходите до самого конца. Что должно быть у нас в конце? Вот если у нас... Давайте начнем вот отсюда. Пусть будет у нас вот такой конец, да? По линии бедер. Так как с этой стороны у нас будет тоже... Будет замок, с этой стороны шов, с этой стороны у нас будет замок. И замочек должен быть в глубине складочки. Поэтому на глубину складочки мне надо 5 сантиметров. Это будет невидимая часть. Помечаем ее вот таким вот образом. И вот сюда мы будем к припуску пришивать нашу молнию. Вот сюда будем пришивать ее. Потом идет снова видимая часть. 5 сантиметров. И 10 сантиметров идет невидимая часть. И снова 5 видимая. Снова 10 невидимая. Ну и давайте не будем больше рисовать. Я думаю, что вы меня поняли. Вы меня поняли. То есть вот здесь у нас будет все повторяться точно так же, как мы и до этого делали. А теперь самое главное. Нам нужно обязательно этой складочке выполнять с отведением. Давайте посмотрим, как же его выполнить, это самое отведение. Если мы рассчитываем свою юбочку по бедрам. У нас 5 сантиметров. 5 сантиметров. 5 и так далее. 5 и 5 и так 10 раз. Всего складок у нас будет 10, да? То есть у нас по бедрам 50 сантиметров и по талии у нас тоже 50 сантиметров. А нам сколько нужно по талии? А нам по талии нужно 34 сантиметра. Давайте 50 отнимем 34. Значит, вот здесь напишем. Всего 10 складок. Получится 50 сантиметров. Это у нас бедра. А теперь талия. У нас по талии с вами 34 сантиметра. Разделить на 10 складочек. Получится 3 и 4 сантиметра каждая складка. 3 и 4 сантиметра. Значит, я сейчас должна по талии откладывать не 5 сантиметров, а 3 и 4. А от 5 сантиметров, а у нас по талии 5 на одной складочке, отнять 3 и 4, получается 1 и 6. Значит, по 0,8 я должна отложить с левой стороны и по 0,8 с правой стороны складочки. Понимаете? То есть я по талии должна выйти на 3 и 4 сантиметра. 3 и 4, 3 и 4, 3 и 4, 3 и 4, и 3 и 4. И для этого мне нужно заузить каждую складочку наверху на 8 миллиметров с левой стороны, а бедра у нас не заужаются. Вот и появилось моё отведение. И на такую же величину с правой стороны. Ну и теперь, я думаю, вы меня хорошо поняли. И точно так же я иду, повторяясь, в каждой своей вот этой вот складочке. И что? Но бедра при этом у нас остаются. И мы не придумываем какое-то своё отведение. А мы фактически его получаем. Если ваша разница очень большая между талией и бедрами, у вас может получиться довольно большое раскрешение к низу. Форма будет трапециевидной вот такой. А вас это по каким-то причинам, допустим, не устраивает. Тогда вы не шейте такую юбочку. Она вам не подойдёт. Шейте юбочку на кокетке. В кокетку спрячете все выточки. А свои складочки сделайте ровненькими от кокетки. Кокетку надо доводить почти до линии бедер. Чем ближе к линии бедер вы кокетку свою сделаете, тем правдивее, тем меньше нужно будет отведение в ваших складочках внизу. И юбочка будет смотреться замечательно. Ну а у нас прорисовывается вот такой вот готовый результат. И так как я не знаю сейчас, насколько у меня вот здесь срежется, что ли, у меня же буду осноравливать вот это всё, посмотрите, как я буду оформлять верхние срезы. Вот та часть, которая у меня пойдёт в складку, вовнутрь прятаться, она у меня всегда будет вот с таким вот подъёмом. На сколько подъём? Ну, я думаю, сантиметров на полтора, а то и на два. Потом, когда вы на осноровочку все складочки вот эти заметаете, вот, соберёте, померяете, прострочите, у вас получится очень красиво. И вот таким образом мы с вами рассчитаем. Это два полотнища. Видимая часть, вот она, вот она, вот она, вот она. Вот, и видите, юбочка у нас собирается, если мы вот это всё сейчас сложим, такой трапециевидной формы. Вот это невидимая часть, невидимая часть, внутри складки, внутри складки, внутри складки и половинка складки. Важно, чтобы у ваших шовчиков в начале с одной стороны и с другой стороны, вот здесь, были половинки внутренней части складки. То есть, если глубина складки 5, то и тут тоже 5, а здесь уже, конечно, 10. 5, 10, 5, 10 и так далее. Вот таким образом нужно покроить вашу юбочку. На примерочку нужно это всё сметать, для того, чтобы потом хорошо отутюжить. Или парогенератором, ну, пресса не у всех у нас с вами есть, ну, как бы там ни было. И я думаю, что получится всё хорошо выполнить примерку. Потом, когда всё будет отутюжено, вы выполните осноровку, у вас оформится красивая вот эта линия. Когда осноровка будет выполнена, вы зафиксируете машинной строчкой все эти складочки. Может быть, вы раньше это всё зафиксируете машинной строчкой, чтобы после осноровки она у вас не распадалась, вот эта вся юбочка. Я всегда вот эти складочки заметывала от начала до конца. Повторяю, сначала обработан низ, потом вот так размелены оба полотнища, верхнее и нижнее полотнище. И я начинаю их вот так вот собирать, каждое полотнище по отдельности. Потому что вот эти два боковых шва, они выполняются уже после того, как выполнена примерка, и вот эти низочки уже были обработаны. Потом прошивать по верхней части. Можно, если талия большеватая, ещё немножко стянуть, капельку совсем это не возбраняется. И как пришить замочек? Конечно, как пришить замочек сюда, вовнутрь складочки, надо подумать. Надо немножко подумать, и можно пришить туда потайную молнию, можно взять элементы от гульфика. Но чтобы это сделать, это надо показывать технологически. Разговаривать на эту тему здесь и сейчас, я, конечно, это бессмысленно, потому что не имеет никакого смысла, всё равно будет непонятно. Вот, в общем-то, как-то и так. Задавайте дальше свои вопросы. В условиях нашего какого-то летнего отдыха, расслабленной какой-то жизни, я нашла возможность снимать для вас какие-то видео. Поэтому, если будут ещё вопросы, пожалуйста, пишите в чат, задавайте свои вопросы, и я буду постараться на них вам вот так вот развернуто давать ответ. Всем всего доброго, хорошего настроения, здоровья и всем нам мира. До новых встреч. Всегда Ваша Галина Коломейко.